Один день из жизни уральских подростков был наполнен изучением необходимых законов. Причем ребята не сидели за книжками, читая, например, уголовные или административные кодексы, а проходили правовой квест, проводили который их сверстники из молодежной правовой лиги, что действует при комиссии по делам несовершеннолетних. Участники разбились на 8 команд, в каждой по 5 человек, и получили загадки. Правильный ответ указывает на место, где их ожидает задание. Оно представляет из себя ситуацию, в которой могут оказаться подростки. И вот тут ребята начинают думать, искать ответ на вопрос и узнавать последствия за подобные шалости, которые на самом деле могут повлечь за собой наказание, в том числе и уголовное. Евгения Петрова – волонтер молодежной правовой лиги. Это не первый квест, что проводит девушка. Участвовать в подобных мероприятиях ей нравится. Общение со сверстниками и повторение необходимых правил жизни всегда пригодится. Я уже давно этим занимаюсь, я живу этим. Такая у нас теплая обстановка, у нас волонтерское объединение, не знаю. Они для меня уже как семья, я уже без них как-то не могу. Мне очень нравится вообще этим заниматься, как-то я и сама просвещаю себя в этом плане, и других просвещаю. Восемь станций, восемь команд. Каждая побывала на своей. Интерес такая профилактика правонарушений у ребят вызвала неподдельный. Учить законы в игровой форме понравилось. Достаточно сложные и интересные. Но сложные задачи, которые непросто решить. Ложные вызовы, сообщения о теракте, пересылка ненужной информации лишней. Тема данного квеста была обозначена как ответственность за дистанционные шалости. Ложные вызовы оперативных служб, сообщения о терактах. Все то, что может выглядеть как шутка, но с тяжелыми последствиями для самого шутника. Мы в этом квесте постарались отразить, для того, чтобы детей познакомить именно с тем, что и новое законодательство, и с тем, что нет сегодня никаких таких шалостей в сети интернет, а каждое их действие, каждый лайк, каждый перепост может иметь очень серьезные последствия. Взрослые называют это деструктивным поведением. А ранее в игровой форме подростки со своими ровесниками-волонтерами изучали проблему употребления психоактивных веществ. Есть и планы на будущее. Пообщавшись с участниками квеста, было принято решение о новой теме, которую волонтеры проработают. Актуально сейчас именно по правилам дорожного движения сделать квесты, потому что это и для маленьких, и для средних, и для более взрослых очень актуальная тема, потому что мы видим все сегодня в городе, у нас папа с мамой едут на велосипеде, в ушах наушники. Естественно, полосу, переход они пересекают на велосипеде, хотя везде висят таблички, только спешиваться и только пересекать. И за ними едут один-два ребенка, то есть научить и сказать, как правильно выполнять и как исполнять законодательство. Наблюдала за профилактикой гости из Ханты-Вансийска. Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Такую практику предупреждения правонарушений в подростковой среде омбудсмен отметила как положительную. Опыт города Урая уникален в том, что вы занимаетесь просвещением детей, которые уже совершали, вовлекаясь в эту работу, совершали антиобщественные, иногда и правонарушения, поступки. Поэтому привитие правовых знаний, начиная от знания законов и опять-таки умения руководить и контролировать собственное поведение. Квест завершился, его участники показали неплохие знания российского законодательства, а работа в этом направлении будет продолжена и в каникулы, и в новом учебном году. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. События. Елена Шамшаевская, Александр Кашкин.аспетит. Елена Шамшева, Александр Кашкин.аспетит. Продолжение следует...